Из России переносимся в Украину. До выборов в стране осталось чуть больше месяца. Если вериться с опросом, то тройка лидеров остается без изменений. Рейтинг возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Вслед, почти наравне, идут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Но есть ли у Зеленского шансы подтвердить данные опросов уже 31 марта? Ответ в материале Дениса Шпигова. Это новое лицо. Я никогда не был в политике. Еще несколько месяцев назад это воспринималось как шутка. Но сегодня популярный украинский юморист Владимир Зеленский занимает первые места в предвыборных рейтингах. По последним данным соцопросов, за него готов отдать свой голос каждый четвертый избиратель, который намерен принять участие в выборах. Я думаю, что люди меня очень хорошо знают и очень чувствуют. И то, о чем я говорю, они понимают, что у меня не было до этого обещаний и потом извинений. Действительно, обещаний, кроме предвыборных, Зеленский пока не давал. Но интервью актер раздает неохотно. Его высокий рейтинг аналитики объясняют запросам украинцев на новых политиков. Я вижу большое сходство Трампа в США и Зеленского в Украине, потому что оба они звезды телевидения. Оба продают людям мечту. Люди готовы принять эту мечту, потому что они сыты по горло старым классам политиков. Сам кандидат считает, что все дело в его близости к народу. В принципе, они чувствуют меня своим, но потому что я открыт. И открыт, я раним, я злюсь, я огорчаюсь. Я не скрываю свои эмоции на камеру, я не пытаюсь выглядеть другим. В том, как Владимир Зеленский не скрывает своих эмоций, можно было убедиться не так давно. В январе «Радио Свобода» опубликовало расследование о российском бизнесе актера. Когда журналист застал его врасплох и попросил о комментарии, кандидат в президенты свою открытость не продемонстрировал. Слушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора со мной. Я думал, что вы приличный парень, журналист. Тогда СМИ обратили внимание, что автомобиль, на котором уехал кандидат в президенты, принадлежит бизнес-группе «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского. Ряд публицистов и экспертов подозревают актеров в связях с опальным бизнесменом. Однако и Коломойский, и Зеленский это опровергают. Посмотрите, я иду в президенты не для того, чтобы возвращать «Приват» данный. Это очень странная была бы у меня цель, конечно. Ну и чтобы я сумасшедший, хочу потерять что, жизнь, репутацию. Ну то есть я не больной на луло человек, я адекватный. Пока. Свою предвыборную кампанию Зеленский проводит без частых встреч с избирателями. Но активно ездит по стране с концертами студии «Квартал 95». Познакомиться ближе с кандидатом можно и по популярному в Украине сериалу «Слуга народа», где актер играет роль президента Голобородько, и который, по мнению некоторых экспертов, используется в предвыборной агитации. Как комика и бизнесмена, я его считаю человеком, на которого можно равняться. Как политика, я его еще не видел. По-моему, пост президента – это не та должность, на которой стоит тестировать свои способности. Украине нужно что-то новое. Все уже приелись. Если человек умеет шутить, значит он умный. Шутить Зеленский умеет, а вот сможет ли актер эффективно управлять государством, станет известно уже этой весной, после президентских выборов в Украине. Если, конечно, следующие кадры окажутся пророческими. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Денис Шпигов, Белсат.